И ребят, всем привет, с вами Брис. Вы когда-нибудь просыпались и понимали, что в вашей жизни нужно что-то срочно менять? Но кардинальных изменений, естественно, делать не хочется, поэтому вы начинаете думать, что же можно сделать такое по мелочи, чтобы стало жить попроще, получше, полегче. И да, я недавно проснулась с такой мыслью и поняла, я хочу победить иконки на рабочем столе, чтобы они подходили под меня, видимо, да? Поэтому сегодня у нас не совсем обычный ролик. Сегодня мы будем менять вот эти иконки на моем столе, которые выглядят довольно скучно, стандартно, так же, как и у всех. Но я хотела бы что-то другое сделать. Но, ребят, перед началом я бы хотела вам представить Фуми. Она художник-фрилансер с немалым стажем работы, в основном с иностранными заказчиками. На своем канале Фуми старается поделиться своим опытом и знаниями, а также поднимает важные творческие темы. Ее основная цель создания канала – собрать вокруг себя зрителей, которым ее видеоролики помогут в творческом пути, а также избавить от возможных комплексов и сомнений в себе, как в художнике. Поэтому Фуми старается создать полезный и нужный контент, который обязательно поможет в развитии как начинающих художников, так и тех, кто уже имеет некоторый опыт в этой сфере деятельности. Помимо этого, художница поведает вам о забавных и порой нелепых ситуациях с заказчиками или просто о странных ситуациях в арт-комьюнити. Также на ее канале можно найти истории из ее жизни. Она старается чередовать контент, дабы ее дорогие зрители не могли заскучать. Так что обязательно посмотрите ее видео, в них вы найдете ламповую, дружескую и умиротворяющую атмосферу, без даже малейшей доли токсичности. А также эта девушка прислушивается к своей аудитории, всегда готова идти на контакт, помогать советами и с удовольствием отвечать на вопросы. Ссылка на канал Фуми в описании, обязательно загляните к ней. Ну, ребят, я решила, что мои иконки нужно поменять, как я уже сказала. И поэтому я решила, что мы начнем с Бандикама. И что мы делаем, ребят? Мы, в общем-то, сгуглим иконки, которые нам нужны. И, в общем-то, скачиваем их. Затем я пошла искать логотип Clip Studio, потому что в ней я рисую. Это тоже основная моя программа. Да, как видите, здесь все очень большой выбор. Я сделала отдельную себе папочку, куда все это буду сохранять. Я старалась найти что-то без фона, но, тем не менее, не всегда будет такая возможность. В любом случае, можно иконку нарисовать самостоятельно. Так, следующим это, естественно, ОБС, потому что я типа стример. А, может, иногда я звучу слишком смешно. Я, в общем-то, вспомнила пока и сказала, что мне еще нужен Дискорд. Да, я скачала не совсем ту иконку, но, честно говоря, меня она и устраивает. И еще опера, потому что о ней я вспомнила в самый последний момент. Но, тем не менее, я хотя бы о ней вспомнила. Итак, вот те приложения, которым я собираюсь, в общем-то, менять иконки. И я пыталась найти Clip Studio, сам Paint, но, честно говоря, я не нашла его. Это Clip Studio, точнее, это сам магазин Clip Studio. Ему нужна другая иконка. Но я в любом случае сделала, так что можете не переживать. Это я просто пыталась найти все свои файлы. И вот, выношу на ту сторону все иконки, которые мне понадобятся, в общем-то, все приложения. И, конечно же, опера, которой я только что вспомнила, что мне нужна иконка. Кстати, она была в отличном качестве. Наверное, пожалуй, лучше, чем все остальные. После того, как вы выбрали приложение, в общем-то, загружайте их в свою рисовательную программу. И начинайте творить. Вы можете сделать все с нуля, но я немножечко поленилась. Я решила, что я просто их покрашу все в голубой цвет. Просто потому, что у меня, ну, в общем-то, почаще всего на заставке стоит бриз. Естественно, это голубой цвет. Я добавила просто какие-то тени, какие-то блики. И, ну, чисто так. Чтобы выглядело не совсем скучно, я попыталась добавить обводку. Но мой совет, лучше не добавляйте ее. Выглядит она обычно не очень хорошо. В основном, я просто делала через режимы наложения другие цвета. Потому что через полосочку с цветами выходит не очень хорошо. И не получается тот оттенок, который, в общем-то, мне был нужен. Если у вас картинка, как у меня с Дискордом была, которую вы скачали, и она не на прозрачном фоне. Просто выделите весь этот фон и, в общем-то, вырежите его. Слава богу, это все еще делается удобно. Да, я решила нарисовать сердечки в глазах. Почему нет? Это довольно тупо. Но что поделать? С Клип Студио, в общем-то, то же самое. Я хотела написать букву П, чтобы подчеркнуть, что это рисовательная программа. Чтобы не путать. Но по итогу мне не понравилось, как это выглядит. И я решила, что я просто добавлю всяких стикеров, чтобы как-то отличать, в общем-то, файл магазина от файла самой программы. И поэтому сохранила два разных вида. С Бандикамом все то же самое, все просто. И я решила сделать свою любимую идентифи, любимой помойщики, самостоятельную иконку, то есть нарисовать ее. И пошла в магазин искать бутылку. Мне будет лень самой рисовать бутылку. Дело в том, что я там играю на определенных персонажах. И я решила, что я поставлю на иконку как раз-таки отсылки на этих самых персонажей. То есть, там персонаж барменша и психолог. Итак, я ее закрашиваю, в общем-то, рисую бутылку такая же, как у нее. Но, естественно, все эти детали не очень будут видны. Я знала это заранее, но мне все равно хотелось нарисовать. Поэтому, просто чтобы не тратить много времени, я скачала, как я уже сказала, бутылку. И просто я редактирую. В магазине Клип Студия все эти штуки бесплатные. И ими можно пользоваться, сразу говорю, чтобы не было никаких вопросов. И просто раскрашиваю. И да. С психологом я, конечно, немножечко, ребят, поленилась. Дело в том, что ее свисток рисуется очень тяжело. Поэтому я просто скачала с интернета и обвела его. Потому что я, честно говоря, только вблизи поняла, что это на самом деле свисток. Никогда не обращала на это внимания. И то я не стала его весь обводить, потому что все-таки до меня дошло, что все эти детали не будут видны. И я просто зря потрачу время. Просто закрасила то, что мне нужно было закрасить. Я не решила, что они будут в одинаковой цветовой гамме, чтобы не было никаких проблем. И да, ребят, не забывайте смотреть, чтобы ваш рисунок полностью влазил в файл. Иначе, естественно, это будет выглядеть обрезанно. Вот у меня чуть-чуть не влезло, но я это потом подправлю обязательно. Я хотела сделать лаймы, но, опять же, мне стало немножечко лень. Я просто скачала бесплатные и просто вставила их на фон. Ну и, в общем-то, готово. Итак, что нам нужно сделать? Далее мы заходим, естественно, в Google Яндекс и ищем конвертер в формат ИКО. И, чтобы вы понимали, это первые несколько конвертеров кое-какие из них. Я бы сказала, большинство из них платные. И конвертируют бесплатно они вам только определенное количество. Поэтому рекомендую открыть сразу несколько. И, как видите, я здесь это делаю все по одному, потому что он не хотел загружать несколько. Опять же, нужно все это делать платно. Но, поскольку у меня совсем мало иконок, у меня... Ну, мне как бы не лень просто зайти в другой конвертер и поменять формат, в общем-то. Некоторые из них были очень плохими конвертеры. Точнее, там попался один плохой. Он делал очень плохого качества. Как видите, я просто поудаляла все, что он сделал и зашла в другой. Итак, ребят, после того, как вы все свои иконки перевели в нужный формат, далее что мы делаем? Мы заходим, нажимаем на ваш файл правой кнопкой мыши, свойства, ярлык, сменить значок. И выбираете, в общем-то, значок, который вам нужен. Я вот, как видите, все это сделала. И на OBS и на Clip Studio меняться не хотелось. Как видите, здесь просто нет такой функции. Я не разобралась на видео, как это сделать, но потом я просто поискала и скажу так, ребят. Все это делается очень просто. Вы просто копируете ярлык. То есть вы нажимаете, нажимаете копировать ярлык и вставляете сам ярлык на рабочий стол. И с ярлыком уже можно работать. Естественно, это не заменит в самой программе иконку. То есть, когда вы ее будете открывать, там будет все еще стартное. Но мне лично достаточно того, что оно выглядит на рабочем столе так, как мне нужно. И, в общем-то, как-то так. Вот то, что у меня получилось. И да, надеюсь, это было хотя бы полезно и довольно интересно. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на ВК, на инстал, на что-нибудь еще, что там есть в описании. Да-да. Еще раз всем спасибо за просмотр и всем пока.